Коллеги, еще раз добрый день. Я всех приветствую на вебинаре. Просим прощения за то, что случилась накладка. Количество участников записалось достаточно большим, вынуждены были изменить средства коммуникации. Но ничего страшного, если кто-то не успел подойти с коллегой или у кого-то накладка по времени, вебинар будет записываться, поэтому записи будут доступны всем, кто так или иначе зарегистрировался, и все смогут посмотреть записи, какие-то моменты, может быть, пропустить. Итак, меня зовут Искебенцев Алексей, я являюсь руководителем по пресейлу компании Foresight, которая является разработчиком платформы прогноз-платформы. Единственная отечественная платформа бизнес-аналитики, в которой входило сразу два магических квадрата гартера – классическая и продвинутая бизнес-аналитики. Сегодня мы будем прежде всего говорить о продвинутой бизнес-аналитике, в частности, о прогнозировании временных рядов. И посмотрим, как с помощью платформы можно создавать интеллектуальные системы поддержки принятия решений. Ну, собственно, так и будет называться наш вебинар сегодняшний. Вебинар у нас с вами практически. Будем работать с платформой прогноз-платформ. С учетом того, что на вебинар записалось достаточно много участников с разным уровнем экспертизы, с разных подразделений. Для кого-то часть информации может показаться ненужной, либо избыточной, будет содержать какие-то лишние объяснения. Для других может быть наоборот – достаточно технической и сложной. Ну, давайте будем уважать всех участников вебинара, а я постараюсь не сильно погружаться в математику, хотя бы в нее нам сегодня никак не обойтись, и по возможности простым языком рассказать о сложном процессе моделирования. В конце презентации у нас также запланирована сессия вопросов и ответов, поэтому, пожалуйста, не стесняйтесь, задавайте свои вопросы в специальном окне чат. Мы обязательно их рассмотрим в конце вебинара. Ну что ж, поехали. Итак, какой у нас на сегодня план вебинара? Ну, прежде всего, несколько вводных слов о возможностях самой платформы прогноз-платформ, что она может, далее поговорим, зачем вообще нужно прогнозирование, чтобы понять, в каких бизнес-задачах это можно применять, рассмотрим упрощенный план мероприятий по прогнозированию, который возникает в реальных задачах, ну и далее у нас с вами будет практическая часть на платформе, где мы подготовим данные, проведем их анализ, построим прогноз с помощью нескольких методов прогнозирования и настроим правила валидации, подготовим пояснительную записку для оповещения сотрудников при аномальном падении продаж. Ну и в самом конце, как я говорил ранее, сессия вопросов и ответов. Что же у нас из себя представляет сама платформа и какие математические методы в ней присутствуют? Вообще в платформе реализованы более 300 математических методов, которые решают и которые применяются в различных классах задач. То есть в платформе есть как базовые статистические методы, так и множество методов моделирования и прогнозирования веиных видов. Кроме этого, в платформе есть достаточно большой математический аппарат, посвященный методам оптимизации, современным методам дейта майнинга. В новых версиях платформа интегрирована со всем известными статистическими пакетами R и Python, которые позволяют значительно расширять количество математических методов. Кроме этого, в платформе доступны методы, такие как Value at Risk, используемые в прогнозировании рисков и управлении рисками. Кроме этого, в платформе есть инструменты работы с неструктурированной информацией, так называемой Big Data, классические 3V, Volume, Velocity, Variety. Собственно говоря, в платформе есть множество методов, которые посвящены как раз работе с неструктурированными источниками информации. Но сегодня мы прежде всего будем говорить об анализе временных видов. На слайде представлена сейчас архитектура платформы. Платформа из себя представляет достаточно такой сложный инструмент, который содержит множество компонентов в себе. Сегодня мы рассмотрим с вами два компонента. Это, прежде всего, анализ временных видов, как я сказал ранее, и регламентные отчеты, которые позволяют формировать Pixel Perfect отчеты. Ну и кому будет интересно, в конце будет дана ссылка на сам сайт и, собственно, контактные данные. Кто захочет обзорно, предметно рассмотреть все возможности платформы, может с нами связаться или с нашими партнерами и заказать такую демонстрацию себя в офисе, либо удаленно, в зависимости от того, как удобно. И такую демонстрацию мы обязательно проведем. Ну и далее непосредственно к самой задачке и, в частности, к теме губинара, мы вообще поймем, для чего нужно прогнозировать. Ну вот здесь я привел несколько достаточно таких частых встречающихся примеров. Вот, значит, ну прежде всего нам нужен качественный прогноз для того, чтобы оптимально распределять ресурсы, неважно какие. Будь то производственные ресурсы, либо человеческие ресурсы, либо какие-то другие. Классическая задача – минимизация кассовых разрывов. Понятно, что чем больше мы закупаем товаров, которые не продаются, тем, собственно говоря, больше расходуем денежные средства, вынимаем их из оборота, и тем самым возникает ситуация, когда нам нужно либо привлекать какие-то заемные средства, либо наоборот, когда мы достаточно много продаем товаров, которые чаще всего используют, но при этом у нас этих товаров просто нет на складе, мы не успеваем их пополнять. Соответственно, некачественное планирование приводит к тому, что у нас возникает простой продаж, а, соответственно, компания теряет прибыль. Кроме этого, наша задача – качественно строить прогноз для того, чтобы избежать затоваривания на складе. То есть если мы будем выделять группы товаров и пополнять их, те, которые не продаются или меньше продаются, вот, у нас склад будет заполнен, не хватит места для того, чтобы, собственно говоря, хранить товары, которые чаще всего продаются. В этом случае мы, в принципе, никаким образом не оптимизируем затраты на хранение, но при этом теряем в продажах, опять же. Очень частая задача – это грамотное планирование маркетинга микста. То есть если мы будем планировать неэффективное распределение затрат по каналам коммуникации или по рекламным поверхностям, либо по каким-то контекстным словам, то, соответственно, мы будем тратить деньги впустую. То есть мы можем даже обеспечить достаточно большой охват, но при этом конверсия у нас будет минимальная. Соответственно, одна из еще таких задач – это грамотное планирование маркетинга микста. Здесь, наверное, не совсем анализ временных рядов, но анализ временных рядов в том числе позволяет какие-то учесть моменты, связанные с сезонностью, либо с другими факторами. Опять же, один из классических кейсов для производственных компаний – это необходимо минимизировать простое производство. То есть мы можем, например, заказывать на производство какие-то группы товаров, которые чаще всего продаются, другие группы товаров у нас не будут продаваться, таким образом у нас будет простое производство. Либо наоборот, мы можем затоварить склады, то есть в какие-то периоды, а в другие периоды как раз будет тот самый простой. Еще одни кейсы связаны с лояльностью. Лояльность может быть самого разного рода, как в обслуживании, так и… Как правило, прежде всего речь идет про обслуживание. Например, мы неправильно спланировали ресурс на кассах, либо неоптимальным образом выстроили график работы наших сотрудников, либо неоптимальным образом подобрали количество людей в колл-центре, не перевели часть нагрузки, например, на внешние аутсорсинговые колл-центры, если у нас существующего колл-центра недостаточно для обслуживания клиентов. Все это так или иначе приводит к недовольству клиентов наших, мы теряем клиентов и, соответственно, прибыль. Поэтому ценность вообще формирования качественного прогноза, она просто бесценна. Для компании на сегодняшний день, по сути, без грамотного планирования прогнозирования не обходится ни одним бизнесом. Поэтому мы считаем, что эта задача очень актуальна. Сегодня мы будем говорить про нее. Если говорить в целом про задачу прогнозирования, какие мероприятия проводят аналитики, давайте достаточно общо посмотрим очень упрощенно. Иногда в реальных задачах это чуть сложнее происходит. Но мы об этом поговорим уже непосредственно, когда будем рассматривать кейс на платформе. Прежде всего у нас существует с вами какой-то тренд продаж. Хорошо, если у нас есть история наблюдений с вами, либо если ее нет, ее предстоит накапливать. Соответственно, у нас сложился какой-то исторический уровень. Далее у нас какие-то существуют факторы. Когда мы смотрим на временной ряд, у нас есть какие-то провалы, либо наоборот всплески, нам их нужно чем-то объяснить. Всплеск может быть связан с какой-то сезонностью, либо с какой-то акцией. И падение наоборот может быть связано с сезонностью. Например, у нас какой-то холодный период, или наоборот отсутствуют товары на складе, из-за того, что мы продали в прошлом периоде достаточно много, при этом не успели пополнить наши запасы. Все это приводит так или иначе к падению продаж. И нам, как аналитикам, нужно это всегда объяснить и уметь вычленить. Соответственно, если бы у нас не было этих всплесков, можем найти какой-то базовый уровень продаж. Внизу представлены факторы, которые могут влиять на эту динамику продаж. Это не все факторы, это какие-то примеры. В целом, вы с ними можете ознакомиться. Ну и дальше наша задача, как аналитиков. Например, мы можем использовать тот же базовый уровень продаж для прогнозирования продаж в будущем, перенеся на следующие периоды. Но, предположим, зная, что у нас появляются какие-то новинки в товарах, если наши категории менеджеров вдруг ввели какую-то новую SKU, или мы, наоборот, решили произвести какой-то новый, запустить новый сервис, услугу, либо какой-то продукт, соответственно, мы должны также учитывать это при прогнозе продаж. Ну, соответственно, мы можем такие факторы заложить и, соответственно, получить какой-то прогноз продаж. Ну, это так, достаточно упрощенно для того, чтобы иметь представление о том, о чем мы сегодня с вами будем говорить. Вот. Ну, и если, собственно говоря, вопросов нет, то, соответственно, мы с вами переходим непосредственно к платформе и будем уже решать реальную задачу. Так, переключаемся на платформу. Так, отлично, я надеюсь, мой экран видно. Значит, мы сегодня с вами будем выполнять роль аналитиков, которые будут прогнозировать спрос на товары в розничных сетях. А именно у нас выбор кейс, код фомо-сектической компании, и мы будем, собственно говоря, прогнозировать спрос на продажах в розничных сетях. Задача для нас очень важна. Так как при некорректном планировании спроса мы испытываем постоянный дефицит в точках реализации, из-за чего уровень дистрибуции падает и продажи сильно падают, а компания теряет чистую прибыль. Ровно как и наоборот. На ряд товаров сформирован избыточный страховой запас, что приводит к кассовым разрывам. Так как деньги мы потратили на один товар, который залежался, а для того, чтобы закупить ходовой товар, нам приходится привлекать заемные средства. Либо закупать в меньшем объеме. В общем, самая актуальная для розницы задача. Поэтому давайте приступим. Что мы имеем на вход? На вход у нас есть продажи за три года. Динамики помещены. У нас тут для упрощения с вами две группы препаратов. Препарат 1, препарат 2, назовем это упрощенно. И какая-то динамика продаж представлена. И разбитые по территориям. Это у нас первый с вами файл. Второй файл в формате Excel у нас говорит о том, что у нас есть агрегаты. Сегодня мы с вами поработаем с агрегатами. И можем потом отдельно поговорить о том, как мы будем планировать в целом по регионам эти продажи. Это можно делать двумя способами. Либо сверху вниз, когда мы, собственно говоря, сформировали прогноз продаж и того. И потом пропорционально продажам по регионам разделили этот прогноз. Либо наоборот, снизу вверх, когда мы сделали прогноз препаратов по каждому региону. И, соответственно, потом консолидировали на общий итог. Значит, второй файлик нам предстоит рассмотреть чуть подробнее. Давайте посмотрим, что же у нас тут есть. У нас есть сводные продажи по группам препаратов первого и второго типа. Также разбиты за помещено на три года динамика продаж. Кроме этого, у нас с вами здесь добавлен календарный справочник. Потому что, в принципе, задача любого аналитика проверить, а есть ли какая-то сезонность, связанная с количеством дней в месяце. Соответственно, у нас здесь самый разнообразный справочник. Он у нас сделан вообще с января 2014 года до декабря 2019 года. Ну, то есть достаточно большой период. И эти факторы мы с вами можем в моделях применять. Соответственно, ну и тут различные календарные значения. Количество понедельника, вторника, средства, воскресенья. Потому что, в принципе, может быть и недельная сезонность в продажах. Вот, поэтому эти корреляции нам тоже предстоит уточнить. Корреляция – это зависимость между одного ряда с другим. То есть мы будем все это проверять на платформе. Кроме этого, часть данных у нас были получены путем арифметических действий умножения линия от исходного ряда. Вот, это здесь генерация переменных. Это тоже можно использовать в модели для того, чтобы улучшать качество модели. Ну, давайте теперь непосредственно приступим к формированию нашей предметной области. Перед тем, как мы приступим к прогнозированию. Прежде всего, задача прогнозирования начинается из задачи исследования данных. То есть мы должны, во-первых, изучить наши исходные данные. Для этого мы их загрузим в платформу. Воспользуемся мастером импорта в платформе. Укажем наши исходники. То есть первый файлик у нас – агрегаты. Это у нас кросс-таблица. Поэтому мы укажем, что это является кросс-таблицей. Нажмем «Далее». Система автоматически у нас понимает, что у нас является справочником, что с значениями. Соответственно, давайте сделаем такую отметку. Значит, у нас есть период и у нас есть три справочника, которые нам нужно сформировать в платформе. Значит, указываем «Далее». Давайте назовем «Период». Это у нас будет объем реализации в рублях. Поехали дальше. Значит, система у нас автоматически определила, что это справочники. Вот такие книжечки – это справочники. Книжечка с часиками – это временной справочник, который у нас должен быть месячный. Нажимаем «Далее». Нажимаем «Далее». Система автоматически. Нам нужно здесь сформировать базу данных временных рядов, которые у нас используются для прогнозирования. Так как мы будем сегодня работать с временными рядами. То есть это любой объект, который содержит временную метку. В данном случае у нас помещенный справочник. Нажимаем «Далее». Система автоматически понимает, но мы можем, в принципе, указать, что у нас месячные используются данные. Но система автоматически, в принципе, формирует их. Нажимаем «Готово». Система ведет обработку и формирует нам итоговое представление, с которым мы далее будем работать. Значит, это мы формируем с вами первый источник, который по агрегатам. Теперь нам нужно еще сформировать второй источник, который нам понадобится для того, чтобы посмотреть на детальные данные. Возможно, у нас какие-то содержатся регионы, где либо введены были продажи, либо пропуски какие-то данных есть. Соответственно, нам это предстоит исследовать и понять, как нам с этим работать. Давайте укажем, опять же, что у нас является справочниками, что у нас является фактами. Так, нажимаем «Далее». Опять указываем, что это у нас период. Это у нас объем реализации в рублях. Так, формируем второй. Ну, так, те же справочники с СМС. Давайте здесь будет просто куб. Нам, в принципе, не понадобится для прогнозирования, но, в принципе, можно использовать. Так, поехали. Давайте посмотрим на наши данные. Для этого мы можем в лапочку в аналитических запросах открыть и посмотреть срез данных. Ну, видно, что у нас есть данные здесь. Появились, нам интересуют сводные продажи. Отфильтруем, вскроем пустые значения. Так, значит, укажем, что нам нужны показатели. Так, отметить. Все видим, да, что у нас, собственно говоря, появились наши данные. В принципе, мы можем добавить сюда данные графическом виде, чтобы сразу посмотреть динамику. Вот, например, по первому препарату и по второму препарату. Видно, что первый ряд у нас такой достаточно хороший, но имеет какие-то всплески. Но, вернее, мы объясняем. То есть, в принципе, здесь у нас в декабре, в декабре, но, видимо, связано с сезонностью. Второй препарат у нас содержит некие аномальные падения, что, возможно, связано либо с отсутствием товара на складе, либо с пропуском данных в нашей системе. Ну, давайте посмотрим на второй источник. Сохраним этот отчет. Посмотрим на второй источник с помощью тех же аналитических запросов. Так, добавим здесь территории. Нас интересуют территории. И посмотрим, что же у нас происходит. Давайте посмотрим сначала на первый препарат. Ага, так, значит, что мы тут видим? Первый препарат, в принципе, такие достаточно данные, равномерные. Но мы точно так же можем добавить сюда, например, ту же диаграмму, да, и посмотреть. Ну, мы не будем это детально смотреть, но в целом, как бы, есть какие-то аномалии, но они могут объясняться сезонностью. По крайней мере, данные у нас тут все присутствуют, пропусков нет, и это хорошо. В принципе, мы можем для строк добавить индикаторы роста, либо какие-то условные форматирования, чтобы сразу понять вообще, как бы, какие у нас всплески, падения в данных существуют. Что такой вот визуальный анализ быстро позволяет ориентироваться в данные. Давайте посмотрим на вторую группу препаратов. Вот, здесь у нас не все так хорошо. У нас здесь видны пропуски в январе, причем по ряду регионов достаточно большие, либо нулевые. Вот, кроме этого, что у нас тут есть еще какие-то пропуски. Ну, в общем, данные содержат пропуски, что говорит о том, что перед тем, как использовать метод прогнозирования, нужно все-таки подумать, что с этими пропусками нам сделать. Вот, давайте, как бы, сохраним, пусть он останется. Теперь непосредственно давайте перейдем к задаче моделирования и прогнозирования. Значит, сейчас я открываю новый инструмент, который называется анализ временных рядов, который позволяет формировать, работать, во-первых, с сущностями, как временные ряды, такими сущностями, как временные ряды. Они здесь у нас все отмечены для источника с агрегатами. Нас интересует прежде всего объем продаж. Ну, давайте мы посмотрим, как бы, как прогнозировать с помощью инструмента по препарату 1. Для этого мы вынесем в рабочую область нашу временной ряд и посмотрим, какие же у нас инструменты для прогнозирования существуют. Для этого мы перейдем к вкладке вычисления и рассмотрим все инструменты. Мы можем здесь задавать терминированное уравнение. Терминированное уравнение – это, по сути, уравнение, которое позволяет в режиме арифметических операций формировать различные преобразования. Но, де-факто, много больше есть методов, которые с правой стороны могут использоваться. Кроме этого, вы можете подключать методы из АРА и Питона и также с ними работать с помощью вот такого калькулятора. Так. Кроме этого, у нас множество есть арифметических операций, агрегаций различных, механизмов сглаживания, которые позволят нам работать с пропусками данных. Преобразование данных. Они могут быть тоже достаточно такие интересные, да, то есть либо с лагом во времени можно работать, либо какие-то математические преобразования, например, темп прироста, роста там использовать в вычислениях. Меты накопления, заполнения пропуска – это то, что нам, скорее всего, с вами понадобится, с учетом того, что у нас были достаточно такие пропуски данных. Мы можем потом остановиться подробнее на этом. То есть статистические функции. Ну и для методов прогнозирования в этом инструменте у нас доступно немного методов, но они все позволяют работать с временными рядами и используют самые современные популярные методы прогнозирования. Ну, давайте построим самый простой наш первый прогноз с вами. Для этого мы выберем наш горячо любимый линию тренда, всеми знакомым по Excel, да, то есть вот давай линии тренда. То есть мы получили наш первый прогноз, но нам непонятно вообще, прогноз это хороший, то есть что у нас получилось. У нас с синим – это линия тренда, да, с зеленым – это у нас продолжение прогноза. В данном случае мы периоды расчета здесь задан на 6 месяцев. Мы можем вкладки поменять, например, сделать до конца года. Давайте, пусть это будет до декабря 2017 года. Вот, собственно говоря, на год вперед будем прогнозировать. Значит, что мы здесь получили с вами? Прогноз, доверительный интервал, верхний, нижний, но нам непонятно, а, собственно говоря, насколько он качественный. Давайте выведем статистические критерии. Для этого у нас есть меню, в котором как раз указаны все наши стат-критерии. Наиболее часто используем статистические критерии для задач прогнозирования. Давайте я немножко подскажу, да, коэффициент детерминации, можно обращать внимание, который будет говорить, насколько у нас моделируемый ряд хорошо аппроксимирует нашу историю продаж. Вот, то есть, насколько он близко отходит от этой кривой. И, соответственно, коэффициент детерминации, он будет показывать, а есть ли у нас зависимость в этих остатках. Так, статистика Дарбина-Отсона, прошу прощения, есть ли у нас зависимость между остатками. Видно, что на самом деле коэффициент детерминации, чем ближе к единице, тем лучше. Статистика Дарбина-Отсона, она вообще в диапазоне от 0 до 4, соответственно, чем ближе к 2, тем лучше. Вот, видно, что у нас статистика Дарбина-Отсона достаточно неплохая. 1,4 – это близко очень к 2, но при этом коэффициент детерминации очень плохой. У нас достаточно большая погрешность в истории продаж. Кроме этого, мы заметили, что есть сезонность. Давайте добавим в параметрах сезонность, укажем, что у нас 12-месячная сезонность, и получим прогноз. Видим, что при этом коэффициент детерминации улучшился, и, соответственно, мы получили чуть качественную модель. Но при этом статистика Дарбина-Отсона у нас наоборот улучшилась, видно, что у нас есть какая-то зависимость в остатках. Остатки у нас подсвечены здесь оранжевыми столбиками. Вот видно, они такие практически синусоидальные, то есть, видимо, какая-то есть все-таки зависимость в остатках. Здесь мы можем использовать либо аддитивный тренд сезонности, то есть аддитивный он будет показывать, по сути, абсолютную разницу между периодами, например, декабрь к ноябрю, соответственно, и переносить на будущие периоды при прогнозировании. Мультипликативный он будет темпы прироста использовать, например, когда было плюс 3%, да, и он также перенесет плюс 3% уже относительно этих периодов. Вот, кроме этого, мы здесь можем периодами расчета управлять, то есть у нас, допустим, начало года было зашумлено, мы, например, можем дату начала расчета изменить быстренько, да, то есть, и тем самым, посмотрите, как у нас перестроится модель прогноза, вот, при этом наблюдая за статистическими критериями качества, да, то есть видно, что, в принципе, уменьшая количество периодов, мы сразу получаем лучший прогноз. Но не самый, видимо, хороший метод мы выбрали с вами, линейный тренд. Давайте попробуем еще какой-нибудь метод использовать, например, посмотрим метод, так, давайте посмотрим, ну, например, экспоненциальное сглаживание. Еще один метод, который позволяет достаточно просто нам получить прогноз. В принципе, сама платформа позволяет на лету высчитывать все коэффициенты, связанные с математическими методами, но есть достаточно большой справочник, на котором вы всегда можете получить исчерпывающую информацию о том, как работает тот или иной метод. Мы не будем сегодня погружаться в технические детали, скажу лишь, что метод, он достаточно часто используется, да, который позволяет точно так же использовать и сезонную составляющую, например, 12-месячный задавать интервал, указать, какой у нас на самом деле тренд, то есть серитивный, экспоненциальный или затухающий, подобрать все параметры модели, вот, и, собственно говоря, посмотреть, а что же у нас получилось. Мы видим, что коэффициент детерминации у нас при этом очень хороший, да, уже 0.86, при том, что у нас было туже. Статистика Дарбина-Отсена при этом тоже достаточно хорошая, но все равно критерии качества не сильно хороши относительно моделированного ряда. Давайте теперь попробуем использовать какие-то факторные модели и учтем те факторы, которые у нас есть. Для этого мы создаем листик, например, факторной модели. И давайте посмотрим, а что у нас происходит, если мы в сводные продажи препаратов добавим такие факторы, как, например, календарный справочник. Для этого мы добавляем рабочую область нашу календарный справочник. Вот, и давайте используем еще один метод прогнозирования, в частности, линейную регрессию, которая позволит учитывать в том числе и регрессию. А, ну, нужно еще добавить, что помимо статистических критерийов качества, вы можете также посмотреть и уравнение. Здесь коэффициенты все будут вычислены и, собственно говоря, значение статистических и диагностических критериев указано. То же самое с линейной регрессией. То есть мы выбираем, значит, исходный наш моделируемый ряд и все факторы, которые нам нужны для прогнозирования продаж. Ну, в частности, мы тут используем количество рабочих дней, нерабочих дней, календарных дней. В общем, все возможные календарные справочники, которые у нас могут быть использованы в модели, потому что, в принципе, они могут быть достаточно хорошо получены из обычных открытых источников. Вот. Если мы используем в модели другие факторы, то есть, как правило, когда существует корреляция и с другими временными рядами, вот, но при этом может так случиться, что частью из этих временных рядов мы не сможем просто управлять. То есть, например, объемом склада мы, в принципе, четко понимаем и можем четко спрогнозировать, да, какой у нас объем склада. Количество людей, которые у нас работают, ну, наверное, тоже мы на это можем влиять и, соответственно, использовать в модели. Точек реализации, ну, наверное, тоже мы можем понимать, да, с учетом планов открытия точек мы также можем добавлять. Какие-то маркетинговые мероприятия, которые мы можем планировать, ну, в целом, они, да, достаточно хорошо планируются. Но при этом, если у нас есть корреляция с другими факторами, не знаю, например, с курсом доллара или с ростом ВВП, либо какими-то другими индикаторами макроэкономическими, которые мы сами не в состоянии предсказать, но мы можем, конечно, например, использовать прогнозы Минэкономразвития для того, чтобы все равно получать наши прогнозы. Но при этом мы должны понимать четко, что, полагаясь на прогнозы других, мы тем самым можем, собственно говоря, зависим от других и от того, насколько качественно формируется этот прогноз. А, собственно говоря, кризисы наши показали о том, что не очень-то это история работы, да, поэтому здесь нужно точно так же аккуратно подходить. Опираться на те факторы, которые могут быть достаточно хорошо получены, которым мы можем доверять, ну, в частности, календарным справочкам мы очень хорошо доверяем. Теперь давайте возьмем для этого линейную регрессию. Давайте, во-первых, сейчас построим прогноз. Вот, давайте мы используем авторегрессоры, потому что, в принципе, авторегрессор – это лакс-двиг этого временного ряда, то есть в зависимости от предыдущих продаж. И добавим, например, скачащее среднее, которое будет еще учитывать и, собственно говоря, наши остатки. Между моделируем. Давайте посмотрим наши диагностические критерии. Вот, смотрим, значит, у нас здесь диагностические критерии примерно такие же получились. Статистика Дарбина-Водсона, ой, очень хорошая у нас получилась. Остатки у нас практически независимы между собой. Ну, здесь мы можем добавлять, например, разные регрессоры, например, четвертого порядка, то есть от минус четвертого лага, то есть пересчитывать, например, и получать достаточно хорошую модель. Ну, видно, что у нас коэффициент детерминации, при этом очень хорошо возрос. Ну, давайте, в принципе, таким образом можно продолжать экспериментировать. Ну, в целом, мы уже получили с вами достаточно неплохую модель. Вот, с неплохими диагностическими критериями. Поэтому давайте на этом мы пока остановимся с работой с первым рядом. То есть что у нас здесь в диагностических критериях? Мы точно так же можем видеть наше уравнение. Видно, что оно уже зависит от множества факторов. То есть это не одна, не один фактор в модели учитывается, а их множество. То есть, в частности, у нас тут их сколько? Давайте посмотрим. 25 у нас регрессоров. Мы можем посмотреть матрицу корреляции, то есть, по сути, посмотреть, а как между собой факторы связаны, да, и увидеть, что чем ближе к единичке, соответственно, есть прямая корреляция, вот, чем в отрицательной зоне, то есть обратная корреляция. Прямая корреляция, это значит, что, например, если продажи растут, значит, индикатор, от которого зависит, он растет. Если продажи падают, а индикатор растет, это обратная зависимость, она будет здесь в центре корреляции, будет со знаком минус. Ну, вот, желтеньким и зелененьким у нас подсвечены те факторы, которые между собой значимы, да, то есть, в принципе, таким образом мы можем понять конкретно, а с какими факторами у нас модель связана. Вот, точно так же в уравнении мы можем видеть все перемены, то есть, если нам нужно применять эту модель далее, мы можем прямо в виде детерминирования этих факторов перенести в наши задачи, да, то есть любые. Вот, теперь наша задача, давайте мы этот ряд сохраним, будем использовать ее для того, чтобы, давайте укажем нам препарат 1, раздел у нас сводной продажи, и мы здесь подготовили ряд наш, который называется прогноз для препарата 1. Все, сохраняем. Вот, и это мы будем использовать для других задач. Что у нас еще есть здесь, да, какие инструменты в самом инструменте зашиты? У нас есть правило валидации. Что же у нас такое правило валидации? Правило валидации – это инструмент, который позволяет как раз нам настроить правила нотификации или оповещения наших менеджеров, да, то есть, если у нас возникают какие-то амплитуды, какие-то ситуации, например, какой-то неснижаемый остаток пробили, или тренд продаж очень резко изменился, или, соответственно, продажи упали больше, чем на какой-то процент, или маркетинговая компания стартанула, но мы достигаем заданных значений эффективности по затратам на привлечение. Все это можно задать в правилах валидации и настроить такое оповещение. Вообще, инструмент достаточно мощный, который позволяет создавать правила достаточно сложные, да, то есть, правила могут быть простыми, ну, вот видно, что тип правил у нас может быть очень большой, и трендовые, и логические, и арифметические контроли, их может быть множество. И правило может быть составным, когда оно, собственно говоря, то есть, по ряду аномалий может случиться, что это окей, да, то есть, например, товар у нас старый, настроили контроль, что у нас пробил какой-то продаж, мы оповестили менеджера, да, но это не значит, что бросаться в бой, по сути мы можем как бы говорить о том, то есть, настроить какие-то механизмы оповещения в зависимости от созданных правил. Правила, опять же, могут быть составные. Ну, вот давайте мы все-таки, чтобы не быть гласлоном, настроим какое-то правило. Так, правило мы хотим, чтобы у нас были, например, сравнение с какой-нибудь, так, сравнение с числом. И давайте у нас здесь продажи, посмотрим, где у нас тут продажи. В целом у нас продажи где-то в районе 44 тысяч, там 45, но давайте настроим, что если у нас меньше 40, то, соответственно, наша задача оповестить менеджера. Значит, у нас пропуски данных, давайте сравним с числом. Так, и говорим о том, что если у нас меньше 40 миллионов, то, так, значит, правило, меньше, ну, давайте назовем, то есть это будет меньше 40 миллионов, чтобы к нему обращаться далее из других инструментов. Собственно говоря, здесь мы можем выбрать, какое форматирование используется, либо маркер, либо цвета, как будут подсвечиваться. Ну, давайте посмотрим, вот у нас это правило создало, давайте попробуем применить его к этим временным рядам, посмотрим, что же нам платформа подсветит согласно этим правилам. Вот, сейчас мы средов много, поэтому занимаем больше времени, то есть видно, да, что у нас платформа все значения меньше 40 миллионов, она просто подсвечивает. Но это, конечно, все хорошо, если мы непосредственно работаем с самими данными. Но у нас, как правило, задача такая, что мы не всегда на рабочем месте, не всегда мы в онлайн-режиме получаем самый свежий средств продаж, поэтому наша задача такое, получить нотификацию с отчетом, да, например, по имейлу, либо по смс, в зависимости от тех средств коммуникации, которые используют в компании. Или там, например, в Телеграме многие сейчас очень модно подсели, да, то есть используют IP Телеграм для того, чтобы такие нотификации отправлять. Вот, давайте наш отчет сохраним. Так, у нас вебинар, значит, это у нас прогнозирование. Окей, мы первый прогноз построили по препаратам, давайте теперь немножечко поработаем с данными, когда у нас содержатся пропуски. Вот, далее мы вернемся к первой задачке. Здесь стоит также отметить, что для зашумленных данных платформа имеет на борту достаточно много различных инструментов по работе с пропусками данных. То есть самый простой инструмент – это, по сути, вы можете в режиме редактирования самой таблицы, например, у нас есть в январе 2015 года, давайте найдем эти данные, то есть мы видим, что в январе 2015 года у нас продажи 20 тысяч, а так как мы помним, мы когда смотрели на исходные данные, у нас было очень множество пропусков. То есть самый простой способ – мы можем задать это вручную, ну, например, там, указав 2 миллиона, положим, да, платформа как бы изменит эти значения, и дальше мы уже можем работать с этим исходным рядом. Это самый простой вариант. Давайте посмотрим на другие варианты. Вот, кроме этого, вы можете использовать различные варианты сглаживания. Ну, то есть, например, выделять сезонность или там тоже скользящие средние использовать, да, то есть тем самым каким-то образом работать с этим рядом и сглаживая вот эти пики. Вот, и после этого уже перепрогнозирование. Это некоторые варианты. Кроме этого, вы можете различные преобразования заполнения пропусков выполнять, то есть обнуляя эти данные, вы можете, например, делать, заполнять только эти значения линейной интерполяцией, либо, например, использовать скользящие средние по предыдущим периодам, например, средние продажи за предыдущий квартал, либо, соответственно, ну, опять же, можете, как бы, средние между двух соседних рядов, да, то есть если, как бы, тренд какой-то растущий, нужно учитывать и динамику, вот, ну, либо там сплайном, кто понимает, что это такое. Вот, в общем, методов по заполнению пропусков достаточно много. Ну, и, соответственно, дальше вы уже можете использовать этот ряд для того, чтобы строить эти самые прогнозы, да, то есть, например, тем же линейным трендом, еще также используя, например, сезонный эффект, получать уже прогноз, полученный другим методом, но который будет, в принципе, каким-то образом уже аппроксимировать наш ряд наблюдений. Ну, здесь мы, так, достаточно привольно, да, использовали вот эту работу с пропусками, здесь можно различные механизмы преобразовать, использовать, да, в частности, мы, когда с заказчиком проговаривали эту задачу, мы пришли, ну, то есть у нас появилось, на самом деле, предположение о том, что падение продаж у нас вызвано тем, что в информационных системах просто отсутствуют данные, вот, и, ну, то есть по части регионов, соответственно, а далее уже в будущий период, когда эти данные появляются, у нас приходят данные нарастающим итогом, то есть у нас нужно сглаживать не только нижнее вот это падение, да, но и верхний пик, по сути, выравнивает это продажа. То есть это можно уже такой ручной метод моделирования использовать, когда мы можем там вычислять что-то и задавать либо вручную эти пропуски, либо, собственно говоря, по какой-то математической формуле. Ну, в общем, в целом платформа позволяет со всеми этими задачами справиться. Кроме этого, мы еще не рассмотрели пару меню, да, то есть это методы R и пользовательские функции. Что такое метод R? Метод R – это в платформе сейчас на текущий момент существует плагин, который позволяет из библиотеки статистических методов R выбирать часть методов, которые могут быть использованы в задачах заказчика, да, и в виде такой вот плагина, в виде меню, дополнительной вкладки в меню добавлять эти методы прямо в саму платформу. Либо если в компании существует какая-то методика прогнозирования, например, которая связана с какими-то, скажем, навязанными методиками сверху, например, если компания филиальная, да, есть штаб-квартира, которая использует какие-то методы прогнозирования и заставляет, например, какой-то метод применять постоянно. И вот точно так же можно, как пользовательскую задать, добавить в меню и использовать преобразование либо методы прогнозирования для учета. Вот, это все, что касается таких основных возможностей инструмента. Теперь давайте дальше. Ну, хорошо, построили мы с вами прогноз, вот, но на этом жизнь не заканчивается. Нам нужно, собственно говоря, не просто иметь прогноз, а иметь его вовремя, тогда, когда нам нужен какой-то, собственно говоря, инструмент для того, чтобы настроить оповещение. В платформе есть такой инструмент, называется он конструктор запланированных задач. Вот, но прежде чем мы... Давайте посмотрим, во-первых, на конструктор запланированных задач. Значит, контейнер задач открываем. Давайте создадим задачу оповещения. Так, что мы здесь видим? То есть, это инструмент, который позволит нам настраивать различные задачи. Задача может быть либо расчет какого-то куба, либо источник, либо еще какой-то, например, запуск алгоритма. Может быть вычисление регламентного отчета, когда, собственно, какая-то логика создана, и нам нужно свежий отчет всегда иметь вовремя. Либо мы можем выполнять даже какую-то сложную логику на внутреннем языке разработки. Вот, ну и так далее. То есть, можно создать различные задачи. В частности, мы хотим настроить задачу выполнения регламентного отчета, для того, чтобы у нас регламентный отчет приходил по e-mail. Давайте мы создадим наше правило оповещения. Какие тут у нас есть, собственно говоря, вкладки в меню? Ну, во-первых, мы должны задать задачу, выполнять задачу. Здесь мы задаем либо интервал, либо наши правила валидации, привязывая, например, к системному событию. Ну, вот мы можем, например, с вами создали правила валидации. Вот, давайте мы говорим о том, что мы... Так, наступление системного события. Вот, мы говорим, что все объекты непосредственно... Так, и нам... Так, нужно задать условия, если у нас сработало правило валидации. Да, то есть мы вот с вами создали, помните, правило валидации. Вот, было меньше 40 миллионов. То есть, в принципе, мы его можем здесь указать, если у нас сработало правило валидации. Но с учетом того, что у нас с вами время ограничено, и мы никак не получим новые месячные данные, соответственно, системные события мы не вызовем, поэтому мы с вами будем выполнять задачу не по расписанию, например, пооднократно, просто для того, чтобы продемонстрировать, что инструмент у нас работает. Вот, здесь мы говорим, что нам нужно выбрать отчет, но мы с вами отчет не создали, поэтому мы сейчас все его создадим. Вот, и настроим, уведомим по электронной почте. Ну, давайте, прежде чем мы это сделаем, мы создадим, во-первых, отчет. Давайте, чтобы не тратить время, мы его создадим из шаблона. Шаблон мы заранее подготовили. Так, значит, мы хотим создать из шаблона. Вот, сохранить, не сохранить. Собственно говоря, у нас сам регламентный отчет из себя что представляет? Это инструмент, который позволяет в таком формате Excel-подобного интерфейса создавать различные типы отчетов. Особенностью этого инструмента в том, что можно формировать эти отчеты, в отличие от аналитических панелей дэшбордов, эти отчеты могут быть вот подогнаны строго под печать. То есть, давайте убедимся, что они у нас подогнаны под печать. И, собственно говоря, то, как они видятся, так они придут у нас по e-mail. Кроме этого, дополнительные особенности этого отчета, что помимо структурированной работы с информацией, здесь вы можете и писать формулы, да, то есть, как в Excel-е, их очень много, вы можете добавлять также пояснительную записку и обращаться к тем листам, где у нас создан отчет, и переносить сюда какие-то визуализаторы, либо, например, писать пояснительные записки. Ну вот мы тут заранее подготовили некую пояснительную записку, которая у нас будет историю продаж делать, и показывать историю продаж, и наш прогноз на шестимесячный интервал. Вот, значит, сохраняем наш отчет. Давайте сохраним отчет в нашу папочку «Подготовлен вебинар». Значит, у нас будет отчет создан с пояснительной запиской, которая у нас должна прийти по e-mail. Теперь настроим наше правило опрещения, чтобы этот отчет у нас пришел. Давайте возвращаемся к инструменту. с контейнером запланированных задач создаем. Задачу такую. Сделаем отчета. Значит, у нас оповещение. Задаем расписание. Мы хотим, чтобы оно выполнено немедленно. То есть однократно, да? То есть... Значит, условия мы не будем никакие задавать параметры. Выбираем наш отчет, что должно приходить в наш отчет. Значит, и результаты мы хотим получить по электронной почте. Например, я себе отправлю его. Указываю e-mail. Хочу, чтобы у меня приходил этот отчет в формате PDF. Вот, собственно говоря, нажимаем «Ок». У нас оповещение создано. В контейнере задачи у нас будут храниться все задачи. У нас, собственно говоря, так, у нас время вебинара ограничено. Мы давайте запустим его принудительно. Выполняем эту задачу. И будем ждать, что у нас придет оповещение по e-mail. Давайте я сейчас переключусь на электронную почту. Дождусь этого уведомления. И... Так. Давайте я переключаюсь на почту. Вот, видим, что у нас пришло уведомление на e-mail. Вот, собственно говоря, смотрим наш отчет. Пояснительная у нас записка и наш отчет по прогнозу продаж. В общем, мы с вами на семинаре не просто построили прогноз, смотрели инструмент, но и создали средство или инструмент поддержки принятия интеллектуальных решений. То есть мы не только строим задачи, но и вовремя оповещаем. И, соответственно, вовремя, как аналитики, принимаем решения и тем самым способствуем улучшению эффективности нашего бизнеса. Вот, на сегодня, коллеги, то, что мы хотели рассказать, мы рассказали. И, собственно говоря, я готов ответить на все ваши вопросы, если таковые имеются. Также я хочу сказать, что запись вебинара по списку участников, кто регистрировался на мероприятии, будет доступна. Либо те, кто через нас регистрировался напрямую, либо кто через коллег, через партнеров наши. Соответственно, коллеги разошлют данные на запись вебинара. Коллеги, вот в правой области, где у нас чат, можно задавать вопросы, если они есть. Пока у нас вопросов нет, поэтому давайте немножко подождем. Вот, и при возникновении вопросов мы на них ответим. Продолжение следует... Коллеги, есть вопросы? Давайте в чат напишу, возможно, кому-то плохо было слышно. Вышлось. Так, секундочку. Коллеги, оказывается, я не вижу эту вкладку, поэтому сейчас, видимо, мне потребуется помощь коллег наших. Так, я вижу, что у меня поступило ряд вопросов. Давайте я буду проговаривать вопросы и отвечать. Значит, первый вопрос. Как вы позиционируете ваш продукт и с чем сравниваете себя? Значит, смотрите, коллеги. Давайте я сейчас покрою слайдик. Платформа, как мы сказали ранее, да, то есть прогноз платформа входило два квадрата Гартнера. По классу классических BI и, соответственно, классу продвинутой аналитики. На текущий момент, в принципе, аналитики Гартнера немножечко разделили этот класс, то есть делали там enterprise решения, куда вошли такие гранды, как Oracle BI, SAP Business Object или IBM Cognos, да, и Visual Data Discovery, которые инструменты вошли, как ClickSense, Tableau, SAP Lumira, Microsoft Power BI. Ну, таких вроде всех более-менее известных назвал. Смотрите, с точки зрения конкуренции вот с первыми, да, то есть с enterprise решениями, чего есть у нас, чего нет у коллег. Ну, во-первых, мы не разделяем сейчас на отдельные инструменты все, что связано с ETL, все, что связано с моделированием, прогнозированием, все, что связано с NCI, то, что сделано у западных гендеров. То есть у них разделены все инструменты, у нас все-таки общий инструмент, который закрывает весь класс задач. Вот, что касается конкуренции, допустим, с тем же Clickom, Power BI, там, Microsoft-овским Tableau или SAP Lumira, таким Visual Data Discovery, то есть это инструменты, которые позволяют решать вот два блока у нас, это аналитические панели и аналитические запросы. Вот, что касается инструментов моделирования, прогнозирования, с точки зрения анализа временных видов, ну, есть два таких, наверное, явных лидера западных, это SAS и IBM, да, то есть у них есть линейка продуктов, которые закрывают эту часть задачи. Ну, мы можем так сказать, что здесь мы тоже успешно с ними конкурируем, потому что по количеству методов мы, допустим, в анализе временных видов обыгрываем тоже IBM. Есть для этого независимые исследования, в принципе, при необходимости можем выслать. Так, надеюсь, ответил, что, в принципе, по первому классу это все Visual Data Discovery, с Enterprise BI мы тоже конкурируем, и по задаче моделирования, прогнозирования тоже, в принципе, с SAS и IBM. Так, как ваши заказчики используют ваш продукт? Для чего? Так, значит, как наши заказчики используют? Как для классических задач, то есть это первый класс задач, по сути, свод и консолидация отчетности, когда есть множество источников, как в структурированных данных, в структурированных, в СУБД, в промышленных, в Мемори, в Хадупе, то есть не важно, какой источник информации, нужно это консолидировать в единую предметную область и формировать отчетность. Это первый класс задач. Второй большой класс задач, это, собственно говоря, все, что связано с интеллектуальной поддержкой принятия решения, задачи прогнозирования. Вот, большой у нас опыт работы по задачам оптимизации, то есть когда нужно оптимизировать производство, либо подобрать оптимальный сырьевой состав, если есть инвариантное производство. Вот, поэтому здесь инструмент моделирования, прогнозирования закрывает большой класс оптимизационных задач. Были задачи и по машинному зрению, и сейчас есть задачи по голосовой аналитике, то есть когда нужно оптимизировать работу колл-центра, вычленяя, какие голосовые скрипты работают лучше, какие хуже. То есть на самом деле самый-самый широкий класс задач мы закрываем. Кроме этого, мы сейчас в этом году запускаем два новых коробочных продукта, даже три я скажу, что у нас есть большая достаточно экспертиза по системам бюджетирования. И у нас есть отдельный продукт, который позволяет автоматизировать функцию бюджетирования. Это что касается финансо-экономического блока. Второй продукт позволяет автоматизировать инвестиционную деятельность. И третий продукт позволяет автоматизировать банковскую деятельность, то есть есть кредитный конвейер, который позволяет полный цикл работы с заявкой кредитной, начиная от ее приемов по различным каналам коммуникации до работы с должниками. То есть полный цикл работ. Так, есть ли у вас примеры внедрения с момента натуры более 8000 SKU на 30 площадках? Такие примеры есть и даже больше, чем SKU. То есть в целом для нас розничный рынок – это не такой сложный. В принципе, есть кейсы и задачи. Заказчиков я сейчас не могу назвать. Если есть живой интерес и интересуют референсы, то это уже в диалоге ТЭТ я буду рассказывать про заказчиков, потому что часть референсов будет закрыта, часть под NDA, поэтому что-то мы не сможем назвать. Так, есть ли какой-то штат необходим заказчику, чтобы работать с прогнозированием в вашей системе? Спасибо, Дмитрий. Так, значит, если я правильно понял, сколько людей нужно для того, чтобы работать с прогнозированием? Значит, смотрите. Ну, я вот работал один с платформой, да, по сути, начиная от задачи построения предметной области до задачи именно прогнозирования. Вообще, в принципе, достаточно одного человека. У нас для того, чтобы люди обучались, то есть с платформы работы есть свой обучающий центр, он находится в Москве, либо в Перми, ну, в принципе, мы организуем выездные корпоративные тренинги, есть удаленные тренинги, в зависимости от того, где, в каком регионе находится заказчик. Вот. В целом мы, как бы, обучаем. Ну, достаточно одного человека, чтобы начать работать с этим инструментом. Так, есть ли демоверсия программы? Да, коллеги, есть демоверсия программы. Она полнофункциональная, со всеми инструментами, единственное, она ограниченная месячная. При необходимости мы можем ее продлять, да, то есть если мы понимаем, что есть какие-то особенности эксплуатации. Ну, в целом, она на сайте доступна, ее можно скачать, инсталлировать, там, небольшая СУБД под ней, соответственно, есть настроенный пример, можно начать работать. Так, озвучьте примерную стоимость, пожалуйста. Просто, как бы, непонятно чего, видимо, платформа целиком. Те инструменты, которые я показывал в платформе, значит, они лицензируются по компонентам, то есть лицензируется BI-сервер по конкурентным пользователям, то есть по одновременным сессиям. Вот, поэтому, в целом, если говорить про некую минимальную поставку, например, на 10 пользователей системы с одним администратором, ну, это где-то начинается от полутора-двух миллионов за программное обеспечение. Так, а нет интеграции с системой шифрования, например, Microsoft RMS. Значит, смотрите, да, с точки зрения системы шифрования, как бы, тут ответ следующий. Сама платформа – это софт, софт, который в себе содержит, в том числе, менеджеры безопасности администрирования, которые поддерживают, у которых есть сертификат 1B, который позволяет работать после того, что стайны. То есть, в принципе, работая с платформой, мы всегда знаем, что наши данные в СУБД будут защищены. Есть менеджер безопасности, который разработан по технологии АБАК, позволяет работать, разграничивать права доступа вплоть до ячейки СУБД. Вот, что касается системы, там, интеграции с внешними системами шифрования, это также возможно, да, то есть через API, через SDK. То есть, в целом, такая интеграция может быть поддержана, если это корпоративный стандарт предприятия или там какая-то необходимость, да, но в целом сама платформа, она в себе имеет все необходимые компоненты. Так, система сама группирует продукты в зависимости от вариативности продаж, частоты спроса, сезонности и других факторов. Так, ну, хороший вопрос. Система – это конструктор, прежде всего. Конечно же, если вы ожидаете прямо каких-то чудес из платформы, то, наверное, боюсь разочаровать. В целом, компоненты платформ позволяют и группировать продажи, и темпы роста автоматически считать, и много-много чего делать, да, на лету, без необходимых каких-то знаний. То есть, также, опять же, правила Парета соблюдать, например, 80 на 20 разбиения делать. Все эти инструменты есть в платформе, которые позволяют это делать автоматически. Часть настроек придется делать вручную человеку, да, то есть, в принципе, у нас есть задумка до конца этого года. То есть, у нас вот сейчас выходит версия 9. В версии 9 уже у нас будут автоматический подбор визуализаторов в зависимости от временного ряда, что позволит уже аналитикам облегчить такой вот визуальный анализ данных. Это как бы наш первый подход. Ну, вот, вообще, есть задумка, что с учетом того, что компетенция по прогнозированию все-таки не такая большая на рынке, а востребованность инструмента растет, в инструменте так или иначе появятся такие magic nodes или там универсальные инструменты прогнозирования, которые будут выбирать метод прогнозирования в зависимости от временного ряда. И в этом случае, да, облегчится работа, разработка модели аналитику. Так, это я ответил. Вопрос номер 6. Для прогнозирования 10 тысяч позиций, сколько сотрудников необходимо? Коллеги, еще раз, да, то есть система – это инструмент. Вопрос не в количестве сотрудников, вопрос в самих данных. Да, то есть если у вас данные, например, имеют одну и ту же сезонность, да, то есть, то, соответственно, вам не нужно для этого каждый раз проделывать ту операцию, которую я сейчас показывал вам, да, то есть это прогнозирование такое сверху вниз. То есть в зависимости от подхода можно сделать следующим, то есть разбить пропорциональные веса, например, это самый простой подход, да, то есть который требует одной операции. Либо, соответственно, вы можете использовать так называемый групповой подход, как у вас есть несколько моделей прогнозирования, но я могу, допустим, показать это на платформе, да, то есть давайте сейчас я переключусь еще раз. Сказать это, то есть что мы можем сделать, мы можем, например, создать несколько временных видов, так, сейчас расширю свой экран, я надеюсь, мой экран видно. Так, там видно, да, то есть вот мы можем на самом деле, если у нас есть множество временных видов, да, множество SKU, то есть в принципе и понимаем, что товары имеют одинаковую сезонность, там учитывают примерно не те же факторы, вы можете использовать такое массовое вычисление, да, использовать, например, тот же линейный тренд, вот, и там добавить сезонный эффект, да, и сразу получить, по сути, по сути, по всем SKU прогноз сезонный декомпозиции, да, и для этого вам потребуется, ну, один аналитик, который более-менее понимает, что такое прогнозирование, вот, и может, по крайней мере, отделить SKU, которые имеют одинаковую динамику, да, или там одинаковый сезон от других SKU, в этом случае нужно будет разбить. Так, ну, я надеюсь, что я ответил на этот вопрос, давайте пойдем далее. Так, идем далее. По вопросам. Так. Как происходит выгрузка прогноза для дальнейшей работы и в каком виде? Так, ну, это я показывал в платформе, то есть, в данном случае я сохранил это в источник во временной ряд, да, то есть, в принципе, теперь они у нас содержатся здесь в агрегате, то есть, мы их можем также в аналитических запросах видеть, у нас появляется раздел, например, прогноз, да, где мы можем, собственно говоря, видеть прогноз по первому препарату. Так, вот он, собственно говоря, и добрался у нас. Значит, поэтому в целом вы можете это сохранить в источник, либо выгрузить во внешние файлы, либо, ну, и дальше продолжить какие-то изыскания. В принципе, вот видно, что у нас до декабря семнадцатого года он появился. Так, далее. Надеюсь, тоже ответил на вопрос. Ну, при наличии оповещения на них надо как-то реагировать, а для этого нужны люди. Все верно, коллеги, да, то есть, речь идет про то, что человек, который компетентен при формировании прогнозов, ну, каких аналитиков может быть ролей меньше, но есть категорийные менеджеры, которые следят, например, за реализацией товара в каких-то группах, соответственно, есть финансовые менеджеры, которые следят за динамикой продаж, там, финансовый директор, там, коммерческий директор и так далее. То есть ролей, там, менеджеров, высшего звена, их очень много, да, то есть бывает в компании, особенно распределенной, когда есть филиальная сеть, то есть это, в принципе, можно по ролям настраивать различные типы оповещений. Вот, поэтому в этом плане, конечно же, люди нужны для того, чтобы работать с оповещением, нужно кому-то, если компания состоит из одного человека, вряд ли такая компания себе такую систему будет покупать. Вот. Соответственно, для того, чтобы формировать сами прогнозы, настраивать оповещение, множество сотрудников не нужно. Ну, так, надеюсь, ответим. Так, если вам придет тысяча оповещений, что делать в таком случае? Ну, как бы для этого есть контактная политика, да, то есть стандартный термин, который используется при формировании различных типов оповещений. Вот, соответственно, вы можете в зависимости от роли создавать те именно оповещения, которые необходимы конкретным менеджерам. То есть регулярно оповещать. То есть понятно, что если у вас колл-центр, и там все время все падает, ну, соответственно, нужно разделить, там, отсегментировать тип оповещения, да, например, там, критичные алерты отправлять регулярно, да, а отчасти можно отписаться. Вот, могу так сказать, что по опыту работы с BI-системой, да, то есть когда использовал для валидации, создается специальная папочка, куда выходят имейлы, ну, и сначала, как бы, все это используется очень регулярно, да, потому что нужно отсматривать. Ну, лог всех изменений хранится, но при этом, да, действительно бывает так, что оповещений очень много и не все прочитываешь. Но в целом, когда их отсегментируешь, какие-то критичные ошибки или, там, критичные оповещения нужно все время отслеживать, держать руку на пульсу. Поэтому вы, в принципе, можете управлять каналами коммуникации, например, по e-mail, отправляйте все оповещения, а там, смс, телеграм, например, только для критичных оповещений, когда нужна мгновенная реакция, неважно, где находится менеджер. Таким образом можно настраивать. А можно ли одновременно видеть и прогноз, и продажи? Да, коллеги, можно, конечно же, видеть и прогноз, и продажи. Я думаю, что я показывал, давайте приведем, да, то есть будет прогноз наше и продажи. Так, показатели. Сейчас, секундочку. Календарь у нас есть, уровень препарата, и здесь мы хотим раздел сделать по столбцам. Так, теперь у нас здесь есть уровень препарата, и здесь мы хотим отметить все. раздел по столбцам. Раздел по столбцам. И теперь... Так, прогноз. Сейчас, секундочку. Так, показатели нас интересует. раздел. 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 Прогноз исходный. Прогноз исходный. Вот, собственно говоря, у нас прогноз на и продажи на одном пространстве. Можно точно так же добавить диаграмму. Вот, собственно говоря. И увидите. И прогноз, и продажи видно, да, что один показатель у нас до декабря 16-го года, да, у нас прогноз. Надеюсь, тоже ответим на вопрос. Так, поехали дальше. Так, скачал демо x86, а x64 есть. Так, коллеги, если какая-то версия недоступна, которая необходима, в презентации указан email, по которому можно связаться, да, и получить демо-версию, если чего-то вдруг не нашли. Так, еще один вопрос. Есть ли около 10 тысяч позиций, как говорили, а совпадающие группы состоят не более чем из 10 позиций, сколько ли необходимо людей для обработки такого объема информации? Коллеги, честно говоря, не готов ответить на этот вопрос. Надо смотреть на структуру данных, потому что в зависимости от задачи, собственно говоря, может как один человек, да, нужен так и, собственно говоря, для... То есть нужно потестировать просто для ряда позиций выбор метода, то есть и в зависимости от задач часть можно на прикладном уровне автоматизировать и не нужно вручную будет ничего делать. Поэтому, в принципе, как я сказал, в рамках... Обычно у нас каким образом происходит? Партнеры в рамках внедрения настраивают модели прогнозирования, то есть для какого-то объема и скил, потом обучают заказчика, заказчик сам продолжает настраивать. Либо бывает так проекты, что проекты делаются под ключ, а далее уже поддержка моделей прогнозирования, перестроение, сопровождение идет самим аналитикам заказчиков, поэтому требуется еще меньше ресурсов. Ну, в целом, ничего не мешает и самим это использовать. Просто ряд методов, да, чтобы вы понимали, они достаточно универсальны и будут подходить для всех, ну, то есть, например, скользящие средние по трем периодам предыдущим. То есть достаточно такой универсальный алгоритм, понятно, что он не будет отслеживать сезонность, но при этом позволит, ну, как минимум, получить прогноз с достаточно неплохой степенью точности. Так, еще один вопрос, коллеги. У вас есть только артикул или артикулы можно группировать по товарным группам и так далее? Ответ – да, можно, просто у нас этих сущностей не было, справочников, но если они были, они бы были сгруппированы. Так, Наташа, у вас есть еще вопросы? Вопросов больше нет. Коллеги, ну вот тогда мы хотим поблагодарить за внимание. Вот, надеюсь, вебинар наш понравился, да, то есть мы рассказали про особенности платформы. Демонстрационную версию можно будет скачать на сайте. Если у вас остались вопросы, либо какие-то вопросы, может быть, там переосмысление придет в будущем, контактные данные указаны на слайде. Вот, если у вас есть, например, вопросы ко мне лично, либо по возможным темам, которые будут вас интересовать в будущем, о чем хотелось бы послушать поподробнее. Да, извините, коллеги, не показал слайд с контактами. На слайде указаны контакты компании, вот, непосредственно можно отправить запрос на электронную почту инфо в сайт.ру и получить демо-версию платформы, если по какой-то причине не удалось скачать или, скажем, система не позволяет установить такую версию. Вот, возможно, операционная система у вас другая используется. Значит, непосредственно мне можно задать вопросы, касающиеся темы будущих вебинаров, возможно, темы, которые у вас чаще всего возникают, возможно, вам интересно познакомиться с другими типами задач, например, задачами дейта майнинга, поиска неявной зависимости, либо маркет-баскет-анализа, то есть поиска закономерностей при реализации товаров, при анализе чеков и так далее. Все эти кейсы мы можем рассказать в рамках отдельных вебинаров, которые совместно с нашими партнерами в будущем могут быть организованы. Также мы благодарим компанию BI Consult, которая являлась инициатором проведения такого вебинара, которые своими усилиями брали достаточно большой пул участников вебинара. Соответственно, компания BI Consult является нашим партнером, соответственно, к ним также можно обращаться за консультацией, и коллеги ответят на все вопросы, на те вопросы, которые не ответят, ответим мы, и, соответственно, помогут с внедрением инструментария. Не видно слайд с контактами. Коллеги, видно ли слайд сейчас? Да, и, собственно говоря, по вопросу внедрения можно обращаться к нашему партнеру BI Consult, который по всем вопросам проконсультирует. Так, окей, коллеги, тогда мы заканчиваем. Спасибо всем за внимание. Собственно говоря, до новых встреч в эфире. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok